Вначале я хотел бы вас спросить о том, вот за прошедший год наверняка было много предложений в плане продолжения карьеры и хотел бы узнать, вот почему выбрали именно такое направление с женской сборной России. Наверняка ведь и белорусы, может быть, рассчитывали на продление сотрудничества и какие-то другие были варианты. Ну, на самом деле предложение было, но не столько, сколько вы описываете, прям грандиозно много. Не будем говорить, что их было слишком достаточно, но определенные предложения были. Ну, а то, что я выбрал группу Михаила Викторовича Шашилова, конечно, я руководствовался прежде всего тем, что мы на сегодняшний день земляки и в планах у меня было, конечно, больше, как говорится, приземлиться к региональной федерации. Вот. Поэтому из этих соображений решил, что мне будет комфортнее и лучше. И довольно-таки с нашей вот такой кочевной жизнью я буду больше находиться дома и как помогать региональной команде, так и в лице Михаила Викторовича, так и национальной. Я правильно понимаю, что по факту вы приступили к работе уже в марте и, получается, успели конец сезона застать с командой и, ну, какие-то сделать определенные выводы на будущее? Ну, в марте, да. Я уже приступил, правильно вы бы сказали, к работе в марте. Ну, а выводы, они, как говорится, всегда текущие. Поэтому выводы, они ведь формируются иногда не только при работе, но иногда из, так скажем, показательных выступлений. На сегодняшний день биатлон стал достаточно публичным и популярным видом спорта. И он практически на виду. И все выводы можно сделать, как говорится, не только профессионалам, но и болельщикам. Поэтому выводы можно сделать, не находясь именно на рабочем месте. Бытность, ну, за время своей карьеры вы успели поработать и с мужскими, и с женскими командами. Можете ли сравнить эту работу, то есть, насколько существенная разница, и как вам работать комфортнее? Ну, в принципе, у нас вид циклический, вид спорта. Да, я бы не сказал, что такая большая глобальная разница. Вот, я сейчас руководствуюсь прежде всего в том, что все-таки как бы биатлон мужской вид спорта, да, это передвижение на лыжах, да еще с винтовкой. Вот, но на сегодняшний день он так же и женский. То есть, практически физическая нагрузка ложится на человеческий организм одинаковая. Маленький нюанс только в том, что в женские гонки малость сокращены. Вот, если на примере сейчас по лыжным гонкам взять, там идет обратный отсчет. То есть, мужские дистанции сокращаются и становятся одинаковыми с женскими. У нас в биатлоне они пока разнятся. Вот, ну, как будет дальше, это, конечно, покажет время. А что мужчины, что женщины выполняют объем нагрузки, он практически равнозначный, да, но состоит разница в том, что скорость передвижения у женщин просто меньше, тише, чем у мужчин. А нагрузка практически она одинаковая. У вас в тренерском штабе есть какая-то специализация и, скажем так, разделение функционала между вами, Михаилом Викторовичем и Николаем Степановичем? Ну, на сегодняшний день пока этого разделения нет. У нас пока, скажем так, такая группа, где есть достаточно опытные спортсмены, есть вновь прибывшие. Стараемся пока не разделять обязанности, а работать, как говорится, групповым методом. Поэтому мы взаимозаменяемые. То есть, можно сказать, что вы в равной степени работаете и со стрелковой работой, и с функциональной? Да, вы совершенно правильно все поняли. Так и есть. Принимали ли вы какое-то непосредственное участие в составлении тренировочных планов на предсезонную подготовку? Ну, конечно. Это, как сказать, одно из, скажем так, одно из условий обязательно. Есть простая русская пословица, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Поэтому в обсуждениях и в принятии решениях мы решаем вопросы коллегиально. У вас в группе три новых спортсменки. Это вот недавние юниорки Шеллер и Дюжева и Анна Грухвина, бывшая лыжница. Можете рассказать, в чем видите потенциал этих спортсменок? То есть, успели ли с ними познакомиться и на что рассчитываете? Ну, на сегодняшний день это пока сложный вопрос, который вы мне задали. Сначала надо изучить досконально спортсмена, узнать его, скажем так, лимитирующие факторы. И потом постараться их усилить. На сегодняшний день, пока идет эта фаза становления, и на этот вопрос, можно сказать, я не готов вам ответить. Сразу, сходу, в чем увидеть. Это будет выявляться в процессе подготовки. Ну и, естественно, нам подскажет, конечно, наше этапное тестирование, которое будет в Москве в июне. От него далее оттолкнемся. А на сегодняшний день, пока этот первый учебно-тренировочный сбор носит как установочный характер, как возвращение работоспособности и подготовка к последующей работе. Поэтому, пока на сегодняшний день, тем более у нас всего прошло три тренировочных дня, говорить, как сказать, о глобальных целях и о глобальных задачах, на которые мы можем посмотреть и у вновь привыкших спортсменов. Мы знаем их слабые стороны, но пока поверхностно. Хотелось бы немножко поглубже их узнать. Тогда задам такой вопрос. Насколько вам вообще интересно работать с молодыми перспективными спортсменами, скажем так, не на завтрашний день, а даже на послезавтрашний? И можете ли, может, кого-то еще из молодежи выделить, вот, кого стоит обратить внимание или там, кто вам запомнился? Ну, я так глубоко не анализировал насчет того, кого бы еще из молодых хотел спортсмена. Но с перспективой, над долгосрочной перспективой, я думаю, об этом хочет, наверное, работать каждый тренер. Потому что это такой достаточно интересный, продолжительный проект, не одномоментный. Ну, по этому поводу, хочу сказать, ну, интересно, интересно работать везде и всегда по-своему, если в этом заинтересован сам тренер. Вот. Ну, естественно, конечно, нужна такая же отдача и от спортсмена. У вас в группе уже вторая в недавнем прошлом лыжница, то есть, вот, эксперимент с Натальей Шевченко получился удачным, сейчас Анна Грухвина. Что ожидаете от нее и вообще, насколько, скажем, приглашение спортсменов из лыжных гонок в биатлон сейчас перспективное направление? Ну, это перспективно не новое, оно и было в предыдущие годы. Можно так привести пример такой, как Светлана Исмуратова, она тоже была приглашена перед Олимпийскими играми Многана, и в итоге она стала двукратной Олимпийской чемпионкой. Поэтому, ну, направление достаточно неплохое, когда на сегодняшний день мы все понимаем, что у нас уровень женского биатлона не настолько сильно, прям супервысок. Но почему бы его не усилить в виде спортсменок из лыжных гонок и с тем потенциалом в стрельбе, который они могут приобрести и принести большую пользу нашему общему любимому виду спорта? Спрошу также про Викторию Сливко. Многие ожидали ее увидеть в составе вашей группы после того, как вы стали там работать, но решили, что она все-таки будет самостоятельно готовиться. С чем связано такое решение и как в таком случае вы будете контролировать ее работу и выполнение планов? Ну, по Виктории Сливко я и в прошлом году рекомендовал, чтобы она работала в группе, но это чисто ее решение, поэтому с моей стороны настойчивости такой не было. Она достаточно уже профессиональной, не будем говорить, что возрастной спортсмен, но уже состоявшийся спортсмен приняла такое решение. Я так думаю, что ей достаточно очень комфортно работать в этом режиме. Возможно, после первого года индивидуальной подготовки ей стало более еще комфортно и обременять себя, скажем так, распорядком, который иногда будет, скажем, в легкой форме создавать дискомфорт, возможно, она поэтому отказалась от участия и подготовки в группе. Но в этом я не вижу ничего страшного, в этом страшного ничего нет. Любое решение, которое принимает Вика, я его всегда готов, как говорится, принять, а помогать буду я и в любом случае в том же объеме, в котором мы работали в прошедшем сезоне. Я тоже общался недавно и с Павлом Ростовцем, он говорил, что сторонник все равно поддерживает какую-то определенную в команде дисциплину с таким посылом, что те, кто отправляются на централизованную подготовку, должны работать на всех сборах и работать по плану национальной команды. На Ваш взгляд, как сейчас в условиях, когда нет международных стартов, сохранить у спортсменов мотивацию и готовность именно работать вот так дисциплинированно? Ну, прежде всего, конечно, это в большей степени будет зависеть от спортсмена, насколько он сам мотивирован и хочет показать достойный результат. Это прежде всего. Ну, а дисциплина, она всегда приветствовалась, как говорится, не только в спортивных баталиях, но и в любой другой трудовой среде дисциплина, как говорится, имела всегда решающую роль. А дисциплинированный спортсмен – это уже, можно сказать, практически 80% успеха. Потому что дисциплинированный спортсмен, он будет соблюдать режим дня, распорядок дня, распорядок питания, всегда последователем во всем. Поэтому, ну, про дисциплину, я думаю, что в любой команде, национальной команде, не только в нашей, я думаю, что дисциплинарный метр и дисциплину должен соблюдать любой профессиональный спортсмен. Как вы относитесь к изменениям в календаре, которые будут в следующем сезоне? Ну, и вообще, насколько, на мой взгляд, календарь является таким сбалансированным, подходящим для команды? Ну, в принципе, изменения в календаре коснулись только ввиду, что не только сокращение гонок, но и сокращение количества соревнований. Если сравнивать календарь прошлого года и нынешнего года, именно декабря месяца, то декабрьский календарь этого года больше напоминает, значит, модель участия спортсменов в международных стартах в этапах Кубка мира. Как раз они четко ложатся на три недели соревновательной деятельности. Далее происходит двухнедельный перерыв и опять модель международного календаря трехнедельный триместр. Далее по календарю идет двухнедельный перерыв и наступает главный старт сезона, как в этом году его обозначили, гонка сильнейших спортсменов России на новом для нас неизвестном биатлонном комплексе в Златоусте. Дальше у нас идет также поэтапно этап Кубка России в Уфе и чемпионат России в Тюмени. Так что календарь, мое мнение, что он на сегодняшний год такой сбалансированный, достаточно назвал бы его уютный, то есть есть время и для реализации спортсменов своих достижений, так и подготовки и тренировочных занятий между блоками соревновательной деятельности. Поэтому, на мой взгляд, конечно, он гораздо более такой, не будем говорить, что сильно насыщенный, но достаточно хороший, чтобы каждый спортсмен мог себя проявить на всех практически стартах, которые ему предложены. Мой коллега Руслан Васильев назвал Раубичи лучшим на постсоветском пространстве центром для летней подготовки. Разделяете ли вы такую точку зрения и вообще какие задачи ставите на сборе в Раубичи, ну и сколько он продлится? Ну, первое, что сбор в Раубичах продлится 16-17 дней, 31 мая мы его уже закончим. Вот, это первое, да, начало отвечать с завершающего задавания вопросов. Второе, какие задачи у нас стоят на сборе, но об этом я сказал немножко вначале, что у нас идет адаптация спортсменов к тренировочной нагрузке, подготовка всех систем организма к последующей работе. Вот, ну, не буду говорить, скажем, биологическим языком, какие такие идут у нас. Ну, тренировки больше посвящены, простым языком скажем, на аэробную выносливость, на аэробную и на силовую выносливость. Вот, а то, что он считается одним из лучших комплексов на постсоветском пространстве, охотно, конечно, с Русланом Васильевым соглашусь. Да, этот комплекс уже давно себя зарекомендовал со всех сторон. Здесь и проводились и чемпионаты мира, и этапы Кубка мира. И когда был у нас Советский Союз, сборная СССР регулярно проводила здесь хорошую летнюю подготовку. Со своей стороны, хочу сказать, да, здесь очень большой в таком слове размах действий, то есть любые тренерские фантазии можно, как говорится, использовать. Во всех направлениях. Вот, комплекс отвечает всем современным требованиям. Можно, может расселить здесь большое количество команд, не только циклических видов спорта, но и игровых. Ну, все присутствует. Так что комплекс просто замечательный. Всем хватает места на стрельбище. Здесь на сегодняшний день можно их назвать. Три стрельбища. Есть стрелковый тир на 10 коридоров. Есть стрельбище закрытого тира на 10 коридоров. И есть стандартное классическое стрельбище, на котором проводятся все крупные международные соревнования. Плюс ко всему, вдобавок ко всему, такая продолжительная лыжероллерная трасса. Есть велодорожка в город асфальтированная. Ну, есть игровой зал. Поэтому, еще раз скажу, что все тренерские задумки и фантазии здесь выполнить легко и просто. Было бы большое желание. Как на вас отразился небольшой перерыв в тренерской работе? Удалось ли полноценно отдохнуть? И, главное, появилось ли сейчас желание гореть работой? Ну, в принципе, желание всегда было работать. Как удалось отдохнуть? Ну, есть такая пословица «отдыхать не работать», сколько не отдыхай, как говорится, и не отдохнешь. Поэтому, конечно, отдых продолжительный мне очень сильно помог в моих домашних и семейных делах. Я очень, конечно, этому рад, потому что последние годы у меня в работе были такие очень насыщенные. Поэтому я такое продолжительное время побыл дома с семьей и практически, скажем так, уже так очень сильно привык и стал достаточно домашним. Поэтому первый, скажем так, выезд на тренировочный сбор, да, скажем так, был в моем понимании легкий волнительный уже, что я уезжаю из дома, можно сказать, почти на продолжительное время. Но я к этому, в принципе, готов. Раз дал согласие и решил работать, то теперь, как говорят назад, тут дороги нет. Какие бы, скажем так, результаты вы бы оценили как критерии успешной работы? Что для вас стало бы критерием успешной работы? Ну, прежде всего, критерием успешной работы я всегда считал это прогресс спортсмена. Конечно, я понимаю, что тренерскую деятельность оценивают по медалям и по успехам, но иногда бывает не всегда так, как хотелось бы. Можно выиграть медаль, но при этом оставаться на своем уровне. Все-таки хотелось, чтобы спортсмены, которые готовятся, имели существенный прогресс. Ну, а наш прогресс банальный и простой. Быстро бежать и метко стрелять. То есть, хотелось бы, чтобы все спортсмены постарались улучшить свою стрельбу, чтобы она не была такая, скажем, со стороны волнительной, чтобы она была надежная, чтобы можно было на рубеже не волноваться, не переживать за них, знать, что они отработают как профессионалы на очень высоком качестве. Ну, и чтобы не потерялась скорость, чтобы она только росла, чтобы можно было с идеальной, с хорошей стрельбой показывать достаточно высокую скорость. Ну, и, естественно, имея такие показатели в купе, это само собой себя приведет к высоким результатам, к нашим, так сказать, долгожданным медалям. То есть, лучше ставить цель не сверху завоевания медалей, а ставить снизу. То есть, повысить скорость, улучшить стрельбу. Эти два фактора приведут нас к медалям. Ну, и в заключение спрошу ваше мнение по поводу Антона Бабикова и той ситуации, которая возникла. То есть, изначально много было шума по поводу того, что его в сборную вроде как не включают, потом его включили в состав, и он отказался от централизованной подготовки, предпочтя готовиться самостоятельно. Вот, на ваш взгляд, как бы вы оценили такую ситуацию? То есть, почему спортсмен с одной стороны вроде стремится попасть в сборную, а с другой отказывается? Ну, если так-то мне разобраться, трудно мне комментировать эту ситуацию. В принципе, я не так сильно ей владею, только поверхностно. В нее я сильно не вникал. Но, со своей стороны, хочу сказать, я всегда даже, работая со всеми спортсменами, всегда говорил, что тренер вам нужен на первых этапах подготовки. На первых. Ну, то есть, когда вы еще не совсем состоявшиеся спортсмены, когда вы уже становитесь состоявшими, у вас большой опыт, вы работаете со многими специалистами, от многих специалистов вы берете самое лучшее. Поэтому уже в таком, скажем так, зрелом возрасте вам нужен тренер, только где-то посоветоваться или подсказать. Каждый спортсмен уже состоявшийся, как бы не вправе, а уже должен уметь даже составлять свою тренировочную программу. И какого-то совета он только может спросить у тренера. На сегодняшний день я считаю, что Антон Бабиков состоявшийся спортсмен, и у него большой опыт работы с многими специалистами. Поэтому, я думаю, он, наверное, руководствовался, когда отказывался, прежде всего тем, что он, в принципе, может от каждого тренера взять по зерну и составить себе рациональную программу, которая его приведет к успеху. Тем более, на сегодняшний день таких показательных моментов хватает. В свое время многие уходили на сам подготовку. Ну, даже давайте возьмем того же Антона Шиполина. Он тоже уходил из команды национальной и готовился в группе с Алексеем Волковым. Также можно привести пример того же Бьердалина, который работал в большинстве случаев индивидуально. Мы на сегодняшний день не можем сказать, приведет это к успеху, к улучшению результатов у Антона Бабикова или нет. Но в том, что он состоявшийся спортсмен, то это уже не вызывает никаких сомнений. А по какому критерию сначала не брали Антона Бабикова, а потом включили? Ну, я особо в эти критерии сильно не вникал. Но думаю, что, возможно, где-то, наверное, может быть, ему не хватило каких-то, скажем так, баллов, чтобы быть уже основательно в команде. А если, когда спортсмен по каким-то критериям проходит на седьмых-восьмых ролях, то вполне могло быть, что было в пользу места отданного более молодого или перспективного спортсмена.